Вечер минувшего воскресенья футбольные болельщики запомнят надолго. В лобби Суздальского отеля отдыхающие внимательно следили за матчем России-Испания. В то время как экзальтированная публика радовалась победе нашей сборной, за стеной в конференц-зале обсуждали большую науку. Там открылась международная конференция, посвященная проблемам сальватации и комплексообразования в растворах. Организаторы традиционно – Ивановский академический институт химии растворов, в Государственный химико-технологический университет и Химический факультет МГУ. Для нас эта конференция очень важна, потому что очень много ученых из химуниверситета сотрудничают с учеными из института химии растворов, совместной тематики, совместные гранты. И, безусловно, тематика, связанная с растворами, является одной из ключевых в нашем университете. В этом году Оргкомитет принял решение объединить несколько научных конференций на одной площадке и в одно время. Для удобства иногородних и иностранных гостей в Суздале параллельно с конференцией по сальватации проходит конференция по кристаллизации и материалам нового поколения, а также международный симпозиум, посвященный умным материалам. То есть это материалы, которые меняют свои свойства в зависимости от внешних воздействий. Это внешние воздействия могут быть совершенно различные. Это электромагнитные поля, это изменение размеров окружения, так называемый confinement. То есть, собственно, вот эти все влияния, они по-разному сказываются на свойствах этих материалов. Примечательно, что конференции международные не только на бумаге, но и на деле. Поговорить о достижениях в исследованиях материалов завтрашнего дня приехали ученые из США, Великобритании, Франции, Китая и других стран. Лекционную программу открыл профессор Имперского колледжа Лондона Алексей Корнышев. Перед участниками конференции он выступил с докладом об электрохимических метаматериалах. Их можно внедрить, например, в производство обуви для выработки электроэнергии, чтобы подзарядить гаджеты. Кроме того, метаматериалы будут полезны для создания умных зеркал, которые в зависимости от определенных условий могут менять степень прозрачности. Чтобы включать и выключать здесь странные свойства, вот для этого очень много может сделать система, которая, можно сказать, вернее, наука, которая, можно сказать, называется айоникой, и электрохимия, электрохимические разделы фаз, где можно управлять потенциалом разнообразным самоорганизацией, разнообразных наночастиц, которые будут выполнять эти метафункции. В научном сообществе одним и тем же исследованием зачастую занимаются сразу несколько специалистов, которые могут находиться в разных точках земного шара. Профессор Мэй из Шанхайского института фармакологии совместно с лабораторией физической химии лекарственных соединений института химии растворов работает над повышением растворимости препаратов в теле человека. Например, мы можем сделать лекарства более стабильными. Одно из таких лекарств – это витамин D. В обычных условиях он нестабилен, но в форме СО-кристалла он становится более стабильным. Соответственно, мы улучшаем его свойства. Большое внимание на конференции уделили молодежной секции. Для начинающих ученых это редкая возможность встретить в одном месте столько иностранных гостей. С каждым можно в неформальной обстановке побеседовать о последних научных достижениях. Впрочем, этим программа не ограничивается. Молодые химики представляют и собственное научное изыскание. Я сюда приехала в основном заработать новый опыт, как выступления, так и представления своего постельного доклада. А также узнать о своей области не только по статьям, но и общаясь именно с учеными, которые эти статьи написали. То есть расширить свой багаж знаний. Много молодых ученых, что важно отметить, самыми разными из разных сфер, касающихся физической химии, сальватации, кристаллизации, материаловедения, создания и моделирования умных материалов. Собрать под одной крышей более 400 отечественных и зарубежных ученых удалось благодаря продуктивной совместной работе. Российские химические университеты и институты стараются сообща проводить сложные испытания, извлекать реальную пользу для промышленности. Одна из главных задач на сегодня – повысить престиж научного сообщества и привлечь в него больше молодых и талантливых исследователей. Самое главное, чтобы у молодых наших ученых было желание встречаться со своими, во-первых, сверстниками, налаживать горизонтальный контакт. Ну и, конечно, это очень важная встреча с маститыми учеными, дискуссии с которыми могут дать идеи. Организаторы позаботились о том, чтобы шесть дней конференции прошли не только полезно, но и приятно. В программе секционные заседания, а также экскурсия по одному из красивейших городов Золотого кольца – Суздалю. Максим Серебряков, Михаил Кенгур, Фортова Иванова, Суздаль.